МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прибывшая на место карета скорой помощи увезла парня в больницу, где ему поставили диагноз огнестрельное дробовое ранение правого бедра – травматический геморрагический шок. В больнице потерпевший скончался, не приходя в сознание. Отрицать свою причастность к совершению преступления молодой человек не стал под весом улик и показаний свидетелей. На данный момент задержанный во дворе он в изолятор временного содержания в отношении возбужденного уголовного дела части 3 ст. 103 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего. Ведется следствие. Такой же инцидент произошел и в Балхаше. 20-летний студент медицинского колледжа ранил ножом своего однокурсника. ЧП произошло в туалетной комнате учебного заведения. 12 марта в 9 часов утра в уборной медицинского колледжа выясняли отношения два второкурсника. 20-летний студент применил оружие нож. В результате выяснения отношений 17-летний студент колледжа с диагнозом колоторезанная рана средней трети бедра слева был госпитализирован. В Балхаше 20-летний студент в здании колледжа нанес ножевое ранение своему 17-летнему однокурснику и скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. Теперь ему угрозит лишение свободы на длительный срок. Сам он водурен в изолятор временного содержания, проводится расследование. Первокурсников политеха отчислили за неприличные танцы. Студенты собрались в одном из университетских залов и записали 30-секундное видео в стиле популярного в интернете танца «Харлем Шейк». Клип выложили в сеть, руководство вуза успело лицезреть неблагопристойные кадры. Поведение танцоров разбирали на университетской дисциплинарной комиссии. Профессора посчитали, что первокурсники оскорбили храм науки, после чего двое из них – организаторы и монтажеры – отчислили из университета. Одной из причин отчисления студентов могло стать неудачный выбор места для съемок ролика. Студенты танцевали в комнате отдыха, где стоит дорогая мебель и висит патриотический стенд. Молодые люди изображали хаотичные движения, забравшись в ботинках на новый стол. Нас глубоко возмутило то, что можно на эти дорогущие столы запрыгивать, плясать на них. Особенно, конечно, вот эти вульгарные жесты, которые вы сейчас видели. Я, по-моему, я даже здесь комментирую, нормальный человек, я не знаю, я считаю, что ни своей дочери, ни своим внукам я бы такое не показал никогда. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. В Караганде будут готовить специалистов для цифрового телевидения. Уже более двух лет в республике активно внедряют цифровое телевещание. Цифровой прогресс шагает по стране, а вот профильных специалистов пока еще нет. Ради успешной эфирной цифровизации всего Казахстана подготовить кадры для цифровой телевизионной индустрии на днях пообещали в Карагандинском государственном техническом университете. Идею закрепили меморандумом между ВУЗом и АО «Кастелерадио». В рамках специальности радиотехника, электроника и телекоммуникации мы откроем специальность цифровое телевидение. То есть это напрямую будет осуществляться уже целенаправленная подготовка кадров для этой отрасли. Мало того, на этой же базе мы организуем системы подготовки и переподготовки кадров. Организуем систему второго высшего образования. В ближайшие пять лет кадровый вопрос будет полностью решен, подытожил ректор КарГТУ. Подготовку специалистов, которые будут оцифровывать Казахстан, начнут уже осенью текущего года. Благо, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав для этого имеется. Взять хотя бы известного профессора Иосифа Брейда, который увидел в появлении новой специальности большие перспективы. Нам это полезно, потому что здесь стоит самая современная техника. Вот мы посмотрели, да, ведущих мировых производителей. И будет и нам, всем преподавателям, очень полезно ознакомиться с этой техникой. И я думаю, что мы сможем подготовить специалистов, которые будут востребованы вот в этой сфере, не только в Карганинской области, но и во всем Казахстане. Практические навыки студенты бакалавриата будут получать здесь же, на вышке РТС, с новейшим оборудованием которой руководство Кастельрадио познакомило делегацию университета. Это предварительное небольшое совещание, план работы для будущего, как мы будем совместно работать и для будущего наших кадров. Напомню, что к 2015 году, согласно Международному соглашению Женева-2006, аналоговое вещание должно быть отключено во всех странах Европы, Азии и Африки. Казахстан тоже обязался покончить с аналоговым телевидением в пользу цифры. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Течет ручей, бежит ручей. Частный сектор по улице Пичугина в очередной раз может оказаться во власти воды. В 2009-м дома затопило по самый подоконник. В этом году история может повториться. Сегодня группа депутатов городского маслехата во главе с секретарем Кабдыгали Аспановым прибыла по крику души местных жителей, чтобы решить вопрос в преддверии обильных паводков. А причина в чем, что ливневая канализация перестала работать? Вот ливневка? Вот так перекрыли, прямо засыпали. Сами соседи? Соседи, да. До 69-го года. Оказалось, проблема существует уже много лет. Канализация кольцевая не имеет выхода. Другими словами, попросту перекрыта. Причем руками самих жителей улицы. А значит, алая вода по-прежнему будет стекать в низину, подмывая фундамент землянок. Ситуация рискованная, учитывая обилие осадков прошедшей зимы. Пообщавшись со старожилами, народные избранники обещали помочь. На ближайшем заседании совместных комиссий мы хотим поставить вопрос перед исполнительной властью по решению таких данных проблематических домов. Мало того, хочу сказать, что данный вопрос решается, решается. Но частный сектор не везде охвачен помощью со стороны исполнительной власти. Постоянные комиссии гормаслихата регулярно следят за тем, как живут и в чем нуждаются их избиратели. К слову, по мере поступления жалоб от горожан будут составлены маршруты выездов на улицы, находящихся в зоне риска затопления. По каждому факту будут направлены рекомендации коммунальщикам и чиновникам. Ирина Камышова, Толиген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В столице Германии состоялась ярмарка путешествий ITB Берлин. Делегацию из Казахстана представляли 42 человека, в том числе фирма из Караганды. Шахтерскую столицу представлял всего один человек – пиар-менеджер одного из карагандинских туристических агентств. В этом году она была уже 47-я по счету, проводилась с 6 по 10 марта. Цель этой ярмарки – познакомить, представить возможности всем туроператорам и всем представителям турбизнеса с возможностью турбизнеса в мире. Международная выставка с давней историей считается крупнейшим событием в туристической отрасли. В этом году в 26 павильонах ITB собралось более 10 тысяч участников из 187 стран мира. Как отмечает Назым Нургалеева, на широкомасштабном мероприятии иностранцев заинтересовал представленный карагандинским агентством «Тур назад в СССР». Доклады о Карлаге участники ярмарки слушали с большим удовольствием. Это вызывало, во-первых, интерес, потому что это СССР, во-первых, бывший, и, естественно, история интересует многих. И также это вызвало большой интерес у немцев, потому что Карлага так же касается и немцев. То есть, насколько мы знаем, что там жили также и представители из Германии, которые были депортированы либо после войны, либо во время революции. И да, также в Германии много проживает немцев, которые депортировали обратно в Германию в 90-х годах. Естественно, им это интересно. По итогам международной выставки ITB Berlin 2013 казахстанский стенд вошел в пятерку лучших и был награжден золотым призом. Кроме того, наши земляки заняли второе место за презентации семинары, посвященные Экспо-2017. Так ожидается, что это, конечно, заключение договоров, контрактов с турагентствами из других стран. Например, мы планируем сейчас проводить туры не только по Центральному Казахстану, а также и заняться выездным туризмом, но и в страны бывшего Советского Союза. То есть это Узбекистан, Кыргызстан. Например, было бы хорошо организовать такой тур совместно с турагентствами из Узбекистана и Кыргызстана, как, например, тур по Центральной Азии. Насколько развит туризм в Карагандинской области и что знают наши земляки об исторических местах в регионе, рассказывают сами горожане. Там очень хорошее место, там есть озеро, там есть где отдыхать. Туристы ездят независимо от времени года – зимой, весной, летом и осенью. Ну да, если инвестирование пойдет, то и реклама, а дальше уже расширение всего этого. Не только в Караганде, но и в других областях. Думаю, нам инфраструктуру надо развивать туризм, а не только как вот сейчас в законодательном, но и давать другим бизнесменам, предпринимателям создавать те условия, например, по туризму там, ну, налоговые какие-то, льготы, более упрощенный режим. Потому что если сейчас открывают предприниматели, ну, дело, там больше отчетов у них идет, ну, и как-то более конкурентную среду давать, создавать. Сотрудники правоохранительных органов собрались за круглым столом. На встрече они обсудили основные направления работы руководителя органов внутренних дел по разъяснению посланий президента республики Казахстан. Кроме того, представители правоохранительных органов рассказали, что в стенах Караганинской академии МВД республики Казахстан имени Барымбека Бесенова впервые проводятся курсы повышения квалификации для воспитателей учебно-ведомственных заведений, департаментов кадровой работы, а также для управления кадровых работ. В свою очередь, курсы будут носить разъяснительный характер содержания послания президента республики Казахстан. Кроме того, учения проходят под руководством исполняющего обязанности начальника отдела департамента корпоративного развития МВД республики Казахстан, полковника полиции Булата Каженова. На курсах повышения квалификации приняли участие представители всех регионов Казахстана. Для нас вообще уникальная возможность всех собрать в стенах нашей академии, поскольку наш ВУЗ – это ведущий ВУЗ, это флагман ведомственного образования. Соответственно, мы имеем вот такую удачную, хорошую возможность для того, чтобы именно собрав здесь, донести до них основные мысли, послания нашего президента. В Караганде впервые проходят гастроли областного Павлодарского музыкально-драматического театра имени Жаспека Аймаутова. Несмотря на свою молодость, театр был создан в 1990 году, его труппа уже исколесила полмира. Москва, Египет, Турция – вот неполный перечень гастрольных поездок. Показ спектаклей павлодарцев в угольной столице можно назвать ответным визитом. В ноябре прошлого года Карагандинский казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина с успехом выступал перед театралами Павлодара. Живое театральное искусство неувидаемо. Оно первым откликается на любые жизненные перипетии. 22 года назад артисты Павлодара открыли свой первый театральный сезон спектакля Мухтара Ауэзова «Айман Шалпан». Сегодня репертуарная тематика, конечно, расширилась, но в своей основе остается принцип раскрытия человеческих отношений, отбор наносного, мелочного и воспевание истинных ценностей, уважения, любви, мира и, конечно, понимания своих истоков. Карагандинцы – это театральный народ. Хотим, чтобы они оценили. Вторая постановка у нас – «Бунт невесток». Это узбекская комедия. Там отношения между спекуров и невестей. Тоже хотим, чтобы посмотрели молодежь. А третий – это «Ойянгазак», «Ойлянгазак». Это наши, знаете, алашардинцы. Мажак Абдулатов, Ахмед Пайтурсунов, Шасипек Аймаутов. Когда пришел первый этот Галашокин, к нам пришел, и наших начали репрессию об этом. Хотим, посмотрели наши карагандинцы, оценили, на каком путем идем, правильнее или нет. Не были забыты и самые юные зрители. Палавдарцы привезли на их суд бразильскую сказку «Похищение луковицы». И, судя по реакции зала, она пришла с ребятишком по вкусу. Театр – это не только праздник. Театр – это всегда повод для размышления. Два театра – Павлодарский и Карагандинский – связывают и невидимые узы. 14 лет в Карагандинском театре имени Сакена Сейфулина служили Сейчан и Рауза Тажибаевы. Сегодня они – павлодарцы. Любители кино помнят меня в детской роли замечательного фильма «Козы Карпеш» «Баян Саулу». А в театре Павлодара мы уже более 20 лет служим, задействованы в главных ролях. Роли рождаются трудно, их приходится вынашивать как ребенка – 9 месяцев. Гастроли продлятся всего 3 дня. Успейте посмотреть все спектакли. Сергей Высокосов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Велогонщик команды «Астана» стал победителем в общем зачете гонки Тирена Адриатика. Индивидуальная гонка во вторник прошла на плотском рельефе при небольшом ветре, но на ней не было места для малейшей ошибки. Она стала объектом тщательной подготовки для Нибали и огромного числа специалистов, работающих с ним для улучшения его результатов в этой дисциплине. Вторым в общем зачете стал британец Кристофер Фрум, а третьим стал хорошо известный ответственным болельщиком испанец Альберто Кантадор. Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Мирослав Бираник озвучил список из 24 футболистов, вызванных на матч со сборной Германии, который будет проходить в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2014 в Бразилии. Среди вызванных футболистов было 4 игрока «Шахтера». Это вратарь Александр Мокин, полузащитники Максат Байжанов и Жамбыл Кукеев, а также нападающий Дауренбек Тажимбетов. А исполнительный директор ФФК Улжас Абраев сообщил о ценах на билеты на этот матч. Так, билеты на северную и южную трибуны будут стоить от 500 до 1500 тенге. Восточная трибуна оценивается от 3 до 5000 тенге, а западная от 1500 до 7 тысяч тенге. Подведены итоги открытого турнира на Кубок Министра обороны Республики Казахстан по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан. В турнире приняли участие 128 боксеров из 17 команд со всех областей Казахстана. Также в соревнованиях приняли участие боксеры из Кыргызстана. В состав почетных гостей турнира вошли олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов, чемпион мира по боксу Марат Мазимбаев, тренеры Вадим Престижнюк, Сергей Качинский. Боксеры вооруженных сил, показавшие лучшие результаты, будут выступать за национальную сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира по боксу, который состоится в 2014 году в Астане. Казахстан